Стрельба, штурм здания, взрывы и заложники. Всё это под Одессой, в Белгород-Днестровском. О том, как в пятницу вечером 73-летний пенсионер поднял на уши областную полицию, о том, чем это всё закончилось, расскажет Андрей Анастасов. Всё произошло в частном секторе на окраине Белгород-Днестровского. В одном из домов переполох устроил глава семейства, бывший моряк. Ему 73 года. В состоянии алкогольного опьянения мужчина поссорился с родными, выгнал на улицу дочь, начал палить в её сторону из ружья, а после забаррикадировался внутри здания, взяв в заложники жену и вторую дочку. Угрожал при этом сжечь дом, но никаких внятных требований не выдвигал. Вас никто не собирается обманывать. Я вам гарантирую, что мы поможем. Только нам надо живой диалог. Давайте нормально поговорим, найдём компромисс. Вы же взрослый человек, вы моряк. Вот так пытался убедить пенсионера отпустить заложниц начальник областного управления полиции Дмитрий Головин. Он лично руководил операцией. Но злоумышленник вместо того, чтобы сдаться, начал стрелять в полицейских и бросать в их сторону бутылки с зажигательной смесью. В итоге силовики приняли решение штурмовать здание. Никто из заложников не пострадал. У злоумышленника было обнаружено и взято пятизарядное ружьё, револьвер, а также так называемые коктейли Молотова. Мужчину задержали на вопросы, зачем стрелял, зачем вообще устроил всё это. Бывший моряк даёт невразумительные ответы. Дескать, родные требовали у него сбережения, а он не хотел их отдавать. Деньги хотели? Показать вам доллары? У меня там доллары. Показать они хотели их. Ну, с ними я... Ребята, я шо, террорист? Да. Теперь в отношении пенсионера открыто сразу несколько уголовных производств. Ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесса.